МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теплоэнергетика СГК приступили к ежегодным гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Теперь это обязательный атрибут. И как жители Бийска соблюдают масочный режим, расскажем сегодня в выпуске. Итак, мы начинаем. Торжественное возложение венков к мемориалу воинам-бийчанам в юбилейный День Победы состоялось по традиции в 9 утра. Но прошло по-непривычному скромно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Венки и цветы от администрации и депутатов. Затем к мемориалу подошли ветеранские организации. В течение дня отдать дань памяти победителям к вечному огню по одному приходили и горожане. Праздничной колонной под звуки священной войны и с флагами победы проследовали через весь город главному памятнику нашего города – бийские байкеры. Около 50 молодых людей таким образом выразили свою благодарность поколению победителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Алтайском крае. По последним данным оперативного штаба, в нашем регионе 727 подтвержденных случаев. За сутки опасным вирусом заразились 20 человек. Из них 9 в Барнауле, трое в Рубцовске, двое в Благовещенском районе. В Камни-Наоби, по Спелихинском, Новичихинском, Егоревском, Тюменцевском районах по одному новому больному. В Наукограде за последние сутки выявили один случай заражения. В общей сложности у нас 67 заболевших. Всего в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 44 681 человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляцией находятся 5863 человека. С сегодняшнего дня в Алтайском крае введен масочный режим. Так, маски обязательно следует носить в салонах общественного транспорта и магазинах. Соблюдают ли бичаный режим, узнаете из нашего сюжета. Масочный режим введен на все территории края. Теперь носить индивидуальные средства защиты нужно обязательно. Особенно это касается пассажиров автобусов и трамваев. Заходя в магазин, тоже нужно быть в маске. Давно. Я как-то вроде сказали лишний раз, чтобы не останавливали. Я ношу. Некоторые еще не привыкли к таким нововведениям. И хотя маску носят с собой, но не спешат ее надевать. Ой, спасибо вам, что вы напомнили. Она у меня в сумке лежит. Просто забыли одеть. Ну, конечно. Сейчас встанем. Это просто я такая. Даже, видите, перчатки есть. А другие маску не носят и даже при себе ее не имеют. В машине осталось. А вы не боитесь заболеть? Нет. А штрафа? Тоже не боюсь. Если до 12 мая решение носить или не носить маску каждый принимал сам, то сейчас за отсутствие маски можно нарваться на штраф. Протокол за административное нарушение будут составлять сотрудники правоохранительных органов. Так, если вас поймают в автобусе без маски, то штраф составит до 30 тысяч рублей. Ну, да, в принципе, считаю, все бабушки, ну, редко кто там без масок. Так все почти в масках ходят. А это давно они маски носят или вот сейчас? Нет, они давно ходят все. Перчатки, маски, это у них обязательно. Алтайский край не единственный регион, где введен масочный режим. Так, наших соседей в республике Алтай носить маски обязали еще с 4 мая. Как говорят специалисты Роспотребнадзора, мера эта вынужденная и способна сдержать распространение новой коронавирусной инфекции. Но мы соблюдаем его в транспортах, соблюдаем его, когда находимся на работе, общаемся с людьми. Ну, а по улице смысла нет. Ну, не уверена, что поможет остановить. Если бы еще все соблюдали, так еще может быть, а так, навряд ли. Ну, буду, но, по-моему, ничего не помогает. Масочный режим, он как такову не поможет. Потому что практически нужно вообще изолировать людей как-то. Самое оптимальное – это сидите дома. Это выражение буквально оно, ну, грубо говоря, актуальное сейчас. А маска – это нет. Я считаю, нет. Если маски выдавать будут бесплатно, будем. Большинство бейчан соблюдают масочный режим. Однако есть те, кто маски не носят. И у них на это три причины. Одни не верят, что маску защищают от болезни. Другие не верят, что их оштрафуют. А третьи вовсе не могут достать маску. В аптеках их все так же не хватает. После введения в регионе масочного режима у многих возникают вопросы. Носить нужно только медицинские маски или подойдут многоразовые, сшитые из ткани? И сегодня на этот вопрос ответила руководитель Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина. Маска выполняет барьерную функцию. В связи с введением масочного режима возможно использование как медицинских масок, которые сейчас имеются в аптеках в достаточном количестве, так и использование гигиенических масок. Возможно, изготовление масок самостоятельно, не возбраняется. Но по поводу шарфов, повязок и так далее, в принципе, они также могут выполнять какую-то барьерную функцию. Но просто гигиенически все-таки, наверное, нужно использовать маску. Либо гигиеническую, либо медицинскую маску. По факту эффективности масок существуют цифры, что в 90-95% маска защищает от инфекции. Поликлиники и больницы Алтайского края могут открыть к июню. В ближайшее время в Краевом министерстве здравоохранения определяются, когда можно будет вернуться в нормальный режим работы. Если роста заболеваемости мы не будем видеть, то постепенное возвращение к оказанию плановой медицинской помощи как в поликлиниках, так и в стационарах мы будем согласованно применять с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Конечно же, возврат в повседневную работу, он необходим в системе здравоохранения. И я надеюсь, при той ситуации, которая складывается в регионе, мы сможем в июне постепенно возвращаться к прежней практике. Более точные прогнозы в Министерстве здравоохранения региона готовы давать через 7-10 дней. Тогда станет понятно, насколько повлияло на обстановку шашлычное настроение в период майских праздников. И только после этого станет ясно, открывать поликлиники и стационары или нет. Однако в Министерстве надеются, что к июню система здравоохранения Алтайского края начнет возвращаться в привычный график работы. В эфире «Будни» мы продолжаем, и вот о чем расскажем дальше. Почти миллион рублей на ветер. Круглую сумму доверчивые горожане перевели на счет эфиристов. Теплоэнергетики СГК приступили к ежегодным гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Кредит съедает семейный бюджет. Устали занимать деньги, а банки отказывают в рефинансировании? Хватит это терпеть. Срочно звоните и получите бесплатную консультацию юристов. БИСК. Васильева, 69. 238-363. Торговой компанией «Строймир». Требуются грузчики. Обращаться по адресу улица Яминская, 40. Телефон 255-007. Кто самый главный в семье Олейка? Тот, у кого внутри секрет. Тот, кому все рады. И кто соберет всех за одним столом. Добрая мука Олейка. Олейка – дружная семейка. Сегодня в Бийске теплоэнергетики СГК приступили к ежегодным гидравлическим испытаниям тепловых сетей. В этом году они проходят в совершенно новом формате. Горячую воду отключать во всем городе сразу, как это было раньше, теперь не нужно. Для этого в рамках инвестиционной программы на выходе из Бийской ТЭЦ построили тепловой распределительный узел. Сегодня без горячей воды остались бийчане, которые проживают по контуру второй тепломагистрали. В частности, это жители районов Зеленый Клин, вокзал, табачная фабрика, а также центральная часть города. В этих районах подачу горячей воды планируют возобновить 25 мая. Дальше испытания пройдут в других районах. Баки покрашены и подписаны. Площадки убраны. На улице Разина появились первые образцово-показательные места складирования мусора. Улицу Разина Бийча недавно окрестили городской линией свалки. Данная площадка полгода назад и вовсе входила в список горячих точек ЧАЭС. Теперь она закреплена за конкретными домами и обслуживается тремя управляющими компаниями. Трехстороннее соглашение было подписано в апреле. Все работы, которые проведены по благоустройству данной площадки, это и ограждение, это и замена баков, это и определение места для складирования крупногабаритных предметов. Все это выполнено силами и средствами управляющих компаний трех. Подписано соглашение и на постоянной, на ежедневной основе ведется содержание данной контейнерной площадки. Преображение этой и других мест сбора ТКО на Разина стало возможным после передачи их обслуживания из рук муниципалитета в руки управляющих компаний. К разработке схемы совместного обслуживания мусорных площадок БИИСК шел долгих два года. В напряжении двух недель выполнены работы и мы видим положительную тенденцию о том, что мусор мы не наблюдаем. Мы постоянно с нашими сотрудниками мониторим улицу, как будет она вокруг, по периметру контейнерной площадки, перейдена засыпка, то есть за местом накопления ТКО, за ограждением благоустроено и по периметру. Дворники, занятые на уборке новых площадок, получают дополнительную оплату. Мало того, они же объясняют теперь бейчанам, почему строительный мусор нельзя бросать в бак для бытовых отходов. К тому же рядом с площадками, как и требует законодательство, есть отдельная платформа для складирования крупногабарита. Это очень удобно, то есть и вывозить контейнер, машина подъезжает, контейнера вывозится, мусор твердый отдельно вывозится. То есть дворнику удобно все это убирать. И призываю людей ценить труд чужих людей, потому что все-таки люди убирают здесь. Когда платишь, начинаешь иначе ценить то, что имеешь. Ведь на обслуживание такой площадки с пятиэтажного дома перечисляется около 300 рублей. Может быть, теперь бейчане и сами не будут бросать мусор мимо баков. И другим не дадут. Почти на миллион рублей жители Бийска пополнили счет мошенников. И это несмотря на то, что схемы обмана остаются прежними. Потерпевшие знали обо всех уловках. Однако сила убеждения аферистов оказалась настолько велика, что горожане перечислили им свои деньги. Был звонок о том, что с моей карты снята приличная сумма денег. И причем это было сделано с напором, уверенно. По интонации голосов было очень похоже, что со мной действительно разговаривали банковские работники. То есть именно такая манера разговора представилась службой безопасности банка. Эта женщина накануне стала жертвой телефонного мошенничества. Ей позвонили якобы сотрудники отдела безопасности банка и сообщили, что с ее счета списаны деньги. И для того, чтобы сохранить остаток, нужно дойти до банкомата и перевести средства на специальный счет. Бетчанка так и сделала и осталась ни с чем. За сутки в оперативную сводку попали сразу четыре факта мошенничества. Жертвами преступников стали пенсионер, экономист крупного промышленного предприятия, учитель и безработный. В общей сложности они лишились порядка 700 тысяч рублей. По всем фактам в полиции возбуждены уголовные дела. Сейчас ведется расследование. Однако очевидно, что вернуть деньги потерпевшим уже вряд ли получится. Сотрудники полиции вновь напоминают, что общаясь по телефону с неизвестными, не стоит принимать поспешных решений. Аферисты, как правило, действуют напористо и не дают времени подумать. Поэтому при малейшем сомнении прекращайте диалог. Перезвоните на горячую линию банка и проверьте информацию. Тем более не стоит никому сообщать свои персональные данные и код из СМС. Все финансовые операции совершайте с ясной головой, дабы не лишиться своих сбережений. Продолжение следует... Продолжение следует...